Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Совсем недавно записывал для вас распаковку и обзор, скажем так, внешнего вида данной модели. Перед вами модель Xiaomi Mi 3. Ссылочку разместим для вас вот здесь. Сможете посмотреть все необходимые моменты по внешнему виду. А сейчас предлагаю вам рассмотреть детально данную модель. Посмотреть, что нам предлагает производитель за эту цену. И вообще разобраться, что же это за машинка такая. Как всегда, начинаю обзор я с технических характеристик смартфона. И давайте смотреть, что же может эта модель в таких программках, как Antutu. Как я уже показывал, в предыдущей распаковке модель очень мощная и набирает около 35-36 тысяч баллов. Я проводил несколько тестов. Как вы можете видеть, вот бывает 36-170, 35-620. Не важно, в общем, примерно оно в одном рейтинге. По этому показателю я могу сказать, что на данный момент это одна из самых мощных моделей вообще на рынке. Флагманская модель Samsung Galaxy Note 3. Он показывает меньше результат. Хотя по этому рейтингу Xiaomi Mi 3 находится третьим в списке. Обращаю ваше внимание на то, что в моих руках образец тот, который с процессором NVIDIA Tegra 4. То есть это не Snapdragon 800. Здесь четырехъядерный процессор. Вот максимальная частота 1,8 ГГц. Здесь 2 ГГц оперативки, 16 встроенных. 13-мегапиксельная камера основная, 2-мегапиксельная фронтальная. Full HD разрешение, само собой. Прошивка здесь Android 4.2. 5 мегапикселей дисплей. 440 плотность точек на экране. Модель имеет практически все датчики, которые только может иметь смартфон. Полноценный нормальный GPS и тому подобное. Давайте посмотрим теперь эти датчики уже в программке Z-Device Test. Значит здесь у нас есть абсолютно все, все, что нам только может понадобиться. Здесь есть акселерометр, здесь есть датчики гироскопа, здесь есть NFC функция, то есть передача беспроводной информации. Датчик освещения, датчик приближения, Wi-Fi, Bluetooth, гироскоп, компас, все подряд здесь есть. И давайте зайдем в Antutu Tester. Я вам продемонстрирую количество точек касания. Здесь их 10 точек касания. Но что-то в Antutu Tester он как-то неадекватно себя немножко ведет и не хочет показывать всего, что может. Так, идем дальше. Основное, конечно же, в данной модели Xiaomi Mi 3 это прошивка. Прошивка здесь официальная, скажем так, от производителя. Производитель постарался. Прошивка здесь MyUI, версия пятая. Прошивка настолько хороша, что я, в принципе, соглашусь с мнениями обзорчиков других, что эта прошивка что-то такое, нечто среднее между iOS и Android. То есть здесь полноценный русский язык, здесь множество различных настроек, режимов редактирования, можно ставить обои, можно выбирать темы. Как вы видите, сами рабочие столы, вот эти вот, они не имеют каких-то внутренних папок. То есть здесь нет кнопки меню, в которую ты заходишь и дальше попадаешь в меню. Здесь вся информация располагается только на рабочих столах. Можно эти столы редактировать, просматривать, можно добавлять различные виджеты и тому подобное. Естественно, есть статус бар, в который можно добавить различных иконок и тому подобное. Изначально мы эту модель получили с частичным русским языком. Здесь не все было переведено на русский. Мы прошились, вручную поставили Play Market, потому что, опять же, в прошивке почему-то его не оказалось. Ну, в общем, сейчас у меня в руках уже такой готовый конечный продукт с Play Market и со всеми сервисами Google. Что здесь есть по настройкам интересного? Здесь все стандартно. Wi-Fi, Bluetooth, дополнительно можно выбрать NFC-технологию, включение-выключение. Здесь есть настройки экрана, об экране чуть позже. Настройки звука. Интересно, что есть, когда ты подключаешь, допустим, наушники. То у тебя есть возможность, когда ты, допустим, проигрываешь какую-то музыку. Есть возможность настройки этих наушников. То есть, различные эквалайзеры, различные выбрать методы. Наушники ли это общие, режим звука, или это Xiaomi наушники и тому подобное. Что здесь есть еще? Естественно, можно выбрать различные режимы, там, вибро, различные режимы звука, на все, что только можно. Есть настройки панели уведомлений. Можно добавить различные панельки, различные кнопочки. Можно выбрать, какой формат отображения. Так, идем дальше. Конфиденциальность. Здесь можно устанавливать различные сервисы безопасности, чтобы смартфон следил, либо не следил. Можно выставить режим, когда, допустим, смартфон включится или выключится. Естественно, вот эти все фишки Xiaomi, облачное общение, все это здесь присутствует. Индикатор батареи можно отображать в трех вариантах. Это графический, это цифровой процентный и в виде полоса в строке. То есть, все на ваше желание. Можно также выставлять режим питания. То есть, можно сделать смартфон наиболее прожорливым, но производительным, сбалансированным и энергосберегающим. Также есть индикатор пропущенных звонков. Он мигает различными цветами. Синим, желтым, красным, каким угодно. Он располагается вот здесь, чуть правее от камеры. Настройки наушников. То, что я говорил, можно настроить кнопки. То есть, качелька громкости вверх, вниз и тому подобное. Итак, модель Xiaomi Mi 3. Конечно же, основным достоинством этого смартфона является экран. Экран здесь Full HD формата. Здесь OGS технология, IPS матрица. Экран имеет хороший запас яркости. Подойдет такой экран, как для людей, которые, допустим, любят ночами почитать какую-то литературу. И для работы на солнце абсолютно без проблем. То есть, запас яркости очень хорош. И экран действительно очень яркий. Давайте посмотрим примеры. Вот такие вот картинки были у нас от поставщика. Вот такого формата. Буклы обзора шикарные. То есть, никаких воздушных прослоек здесь нет. Это и так видно, это понятно. Картинки более человеческие. Можно посмотреть, например, вот здесь. Все цвета очень яркие, насыщенные, сочные. Темные цвета. Давайте посмотрим, как они отображаются. Темный цвет довольно-таки темный. Нет какого-то пересвета. Зато мы видим, что красный цветочек довольно-таки яркий. Также по поводу экрана. Есть здесь режимы отображения картинки. То есть, цветовая температура и насыщенность. Мы можем выбирать теплый тон, натуральный, холодный тон. И либо насыщенность. Яркий режим и стандартный режим. По поводу производительности. Естественно, все вы понимаете. И производитель тоже на этом акцентирует свое внимание. По результатам теста Antutu. Это одна из самых мощных моделей сейчас вообще среди мобильных устройств. Среди смартфонов современных. Здесь Tegra 4. Это, чтобы вы понимали, процессор действительно очень мощный. И я чуть дальше покажу вам современные игрушки. Как они идут на этом смартфоне. И обращаю ваше внимание, чтобы вы посмотрели на уровень графики в игрушках. Я, допустим, от того, что не держу в руках вот такие вот флагманские модели часто. То есть, в основном бюджетные китайцы с бюджетными процессорами. Я такой графики в этих играх просто-напросто не видел. Я уже не говорю о том, что здесь будет работать YouTube, что здесь будет работать браузер. Это само собой понятно. То есть, это все, в принципе, не обсуждается. Поэтому давайте смотреть игры. Некоторые из них вам покажу. Asphalt 8. Игрушка идет великолепно. Обращаю ваше внимание на то, что вот такие вот выставлены настройки графики. И давайте смотреть, как игра запускается. Обращаю ваше внимание на то, что 2 гига оперативной памяти делают свое дело. Смартфон с легкостью справляется с играми, допустим, которые 3 одновременные игры у нас просто свернуты. И в любой момент можно к любой из них подключиться и поиграть. И загружаются все уровни так же классно, быстро и без каких-либо нареканий. Игрушка идет великолепно. 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 Игрушка идет вообще без каких-либо проблем. Очень классная графика, можно играть и наслаждаться просто-напросто. Третья, последняя игра, которую буду показывать, это Dead Trigger 2. Обращаю ваше внимание на то, что графика здесь стоит очень высоко. Такой настройки я, например, не видел в тех же W200, в тех же GUG4 и тому подобных. И теперь, когда сейчас прогрузится этот уровень, посмотрите, что это за графика. Ну, я в мобильных устройствах такой графики не видел. И обращаю ваше внимание на то, что игрушка несколько подтупливает, подглючивает. Вот это вот меня удивляет. Вот такая вот вода здесь. И тому подобное. Хочу также отметить, что во время тестирования игр, во время использования смартфона в интернете, GPS, смартфон значительно нагревается вот с задней части. Все-таки процессор очень мощный. И это тоже сказывается на моменты нагрева. Идем дальше. Дальше я тестировал аккумулятор в этой модели. Как вы все знаете, может быть, не знаете. Аккумулятор в этой модели 3050 мАч. На первый взгляд, это очень такой классный аккумулятор, очень емкий и должен быть результат соответствующий. Вот что у меня получилось. У меня получилось 472 скромных балла в Antutu тестере. Это, в принципе, стандартный показатель абсолютно. Далее у меня на максимальной яркости 3 часа 5 минут игра с максимальной графикой, с максимальным нагревом, собственно, самого смартфона. И чуть-чуть больше, 3 часа 7 минут. И там до 9%, и тут до 9%. Это у меня был ролик, MX Player, максимальная яркость, все то же самое. То есть, по аккумулятору эта модель ничем особым таким не выделяется, но и минусом это назвать нельзя. Потому что для такого железа хотя бы, в принципе, поставили нормальный уровень аккумулятора. Дальше я тестировал GPS. GPS ловит отлично, никаких нареканий нет. Поддерживает данная модель GLONASS, спутники. Это тоже однозначно плюс. Камера у этой модели специфическая. Я, если честно, немножко ожидал большего. Модель записывает видео в формате Full HD. Камера основная имеет 13 Мп, фронтальная имеет 2 Мп. То есть, качество довольно хорошее, но, как по мне, качество съемки проигрывает тем же флагманам от HTC или Samsung. Вот макросъемка, вот такая вот у меня получилась. Ну и обязательно сделаю фото, видео побольше, чтобы вы могли оценить. Однозначно, очень хорошая вспышка, она двойная. Тут два таких диода, она очень яркая, очень гласная. Тут однозначно плюс. Что ж, разобрал я смартфон этот по частям. Все, что вам интересно, наверное, все, что мне было интересно, я все разобрал. Смотрите, что можно сказать. Во-первых, смартфон имеет такой дизайн очень интересный, очень необычный. Ну, можно сказать, на любителя. Мне нравится эта форма дизайна, но мне не нравятся вот эти вот рамки сверху и снизу. Я считаю, что они большие по бокам тоже. Сам корпус вот такого формата, что сам экран немножко втоплен в корпус, мне это тоже нравится. Не нравится мне однозначно, что у смартфона одна сим-карта. Кстати, симка у нашей версии, которая на обзоре, с Tegra 4, она TD формата, то есть она не WCDMA, но она большого стандартного размера. Для меня это однозначно минус, потому что мне нужны две сим-карты. Однозначно из того, что плюсы, это вот поддержка OTG функции, поддержка NFC функции, сумасшедший просто процессор, на котором летает все подряд, на котором самый классный уровень графики, который я встречал. По поводу камеры. От камеры немножко ожидал большего, но в принципе довольно высокого уровня камера. За аккумулятор я тоже ставлю плюс, потому что модель очень такая серьезная, и тот 3000 аккумулятор, который они сюда поставили, они сделали правильно, потому что если бы это было стандартные 2-2,5 тысячи, то смартфон жил бы очень-очень мало. 2 гига оперативки обеспечивают нам возможность работы одновременно с большим количеством приложений, то есть это все тоже плюсы. К минусам могу отнести цену на смартфон, все-таки немного он дороговат, и то, что там пишут какие-то цены от производителя, что там он что-то там 330 долларов или что-то такое стоит там с 16 гиговой версией, абсолютно таких цен нет. По поводу памяти, кстати, есть модель на 16 гиг, вот собственно она у нас сейчас есть, и есть модели на 64 гигабайта. Внешний разъем под внешнюю SD карточку здесь просто-напросто нет, поэтому 16 гиг откровенно мне было мало, то есть мне не удалось. Вот у меня заняты все 9,76 гиг, то есть и еще доступны вот каких-то там 1,49, которые даже под кэш игр не используешь. То есть памяти однозначно маловато, и отсутствие слота под microSD карточку однозначно минус. Что еще? А, смотрите, я не знаю как это называется, я не нашел ответа в интернете, очень интересная такая особенность, я заметил, неоднократно вот когда сижу там клацаю, бывает такое, что пальцем просто не дотрагиваюсь до экрана, а у меня смартфон сам эту функцию нажимает. То есть я вам сейчас постараюсь продемонстрировать, вот смотрите, кнопка, вот сейчас я не дотрагиваюсь до этой кнопки, а она у меня сама нажимается. И так реагирует любая иконка, любая рабочая поверхность экрана, ну это довольно-таки прикольно, иногда я даже не дотрагиваюсь, а оно само нажимается. И плюс, вот эти вот сенсорные кнопки вибрируют настолько прикольно, ни один смартфон у меня так не вибрирует, то есть он такой в одно время и тихая какая-то вибра непонятная, и в то же время такое очень приятное. То есть внешне, конечно же, смартфон мне очень сильно нравится. На этом все, смартфон достоин внимания, то есть это достойный аналог, в принципе, флагманам, которые стоят, ну, если не вдвое, то хотя бы в половину дороже. То есть если эта модель около 4000 гривен, то вот флагманы с такими же характеристиками идут примерно за 6000, за 5000, ну то есть гораздо дороже. На этом все, спасибо за внимание, кому понравилось ставим лайки, кому не понравилось пишем комментарии. Обязательно подписываемся на наш канал, мы будем делать для вас видео, вот-вот-вот уже наступит новая эра бюджетных процессоров Mediatek 6592, будем заказывать эти модели, будем тестить, будете видеть все новинки, все самое интересное, одними из самых первых в Украине, а может быть и в России. Ставьте лайки, на этом все, спасибо за внимание, с вами был Александр.